Всем привет! Сегодня на нашем канале у нас ленивый ужин. У нас все покупное. У нас вареники с картошкой, с луком покупные, сметанка покупная, огурчики покупные. У меня еще я захотела творожная запеканка, но вот в таких вот формочках сделанной тоже покупное. Я пью йогурт обезжиренный. А я просто обезжиренный. Ну да, вот он какого-то новинка здесь в нашем магазине и вот он как обезжиренный тут сказать. Буду пробовать. Всем приятного аппетита! Всем приятного аппетита! Всем прекрасного настроения, летнего, солнечного погоды, всем замечательные. Лето, лето прям вот-вот уже к нам ворвется, да. Ну что я хочу сказать, друзья мои, покупные. Вот они покупные. Не все, конечно, вот несколько штучек, они все равно расклеились. Ну благо, что вот я такая любительница тесто. Мам, ну не уменьшай. Несколько десятков. Десятков штучек. В общем, здесь это у нас килограмм. Он стоит 220 рублей. Якобы пельмени. Ой, прошепчение. Лепят в наших школах. Ну в одной из наших школ. Это в принципе и раньше они тогда делали. Мы раньше давно когда-то покупали. Они были очень вкусные. Сейчас как бы я вот уже давно не покупала, но зашла после работы за хлебом. И смотрю, лежат вареники. Я говорю, они ручные, да. Но уже распечатал пакет, я увидела. Они ручные, но некачественно сделаны. То есть некоторые вареники были такие уже, знаете, с дырочками, недолепленные. Соответственно, когда они варились, они дальше расклеились. Вот. Я считаю, это брак. Который, блин, я деньги заплатила. Мы часто платим деньги за брак. 220 дорого это или нет? Слушай. Нет. Те, которые, подожди секундочку, те, которые целые, они вкусные. Они нормальные. Просто, что я говорю, вот, немножко, чё Иванушка хотела сказать? Ну, это вот, наверное, минут за 30, да, пока мы тут всё готовились, да, на улице градусы прямо как это, ровно на два спал. Да? И сейчас поднялся на это. От этого? Было 26,9, потом стало 25,9, потом 24,9 и сейчас 25 ровно. У нас сегодня парит прям, всё небо затянуто и такое вот прям, что... Прямо 28,8, это капец. Вот, как будто сейчас, знаете, ливанёт ливень. Ну, и целый день так. Я целый день хожу с зонтом. Болица. И ничего нету. Так это... Где дождь, где дождь. Ну, да. Ветрич это такое, думаю, вот взяла зонтик, думаю, и что? С таким ветром, я как бы, когда сильный ветер, я не хожу под зонтом. И боюсь, что... Я хожу под дождём просто. Ну, я иду и мокну, да, реально, потому что... Не знаю, я люблю, когда дождь. Ну, знаешь, я ж не могу прийти на работу, и с меня будет с головой отсюда течь, да? Поэтому... А после работы? Ну, после работы, понятно, было бы всё равно. Намочил бы, так намочил бы. Я ещё, тем более, набрала в магазин, зашла полный пакет у меня продуктов. И думаю, ну, нормально, и зонтик ещё тащу. Горячо, да? Ну, вкусно. Так позвонила бы мне. И чё? Да нёс бы ваши пакеты. Ну, ну. Тут недалеко. Я вот масла не положила. Ты как бы их так раз иногда чуть-чуть под это... Чтобы они не слиплись, ага. Не, ну, дома капец душная. Вот просто... Ложусь на диван, да? Ну, она просто... И тая, и тая. Не, мне кажется, что она как сырая. Ммм... Вся. Не знаю. Когда она успела-то. Но при этом она сухая. Ну, она просто стоит пару дней. И то градусник он показывает от того, что... Ну, как, нагрето солнышко. Оно как раз к нам светит. Причём ветер, знаете, с самого утра направление ветра идёт там, где чистое небо. И все говорят, ой, да сейчас оттуда ветер идёт, он сейчас эти тучи прогонит. Ничего подобного. Наоборот, всё. Я не знаю, откуда они идут, по какому направлению ветра, но... Ничего он не прогоняет, только вот сейчас всё затянулось. А, ребят, у нас ещё в ближайшее время будет мукбанг с макаронами с сыром. Ну, с какими макаронами-то? Ну, мы не расскажем сразу, да? Мы потом расскажем. Чего ты так обламываешь? Угу. В общем, в упаковочке там сразу всё это вместе продаётся. Мы ещё сами их не пробовали ни разу. Поэтому рассказывать, собственно говоря, пока и нечего. Потом приготовим. Попробуем вместе с вами. Майся, разбудешь меня завтра? Конечно. Ну, это чё? Горячо. Господи, слушаешь это? Да. Котяра наш. Базластый. Вчера перед сном не знала, что посмотреть лежала. В общем, знаете, что посмотрела. Ну, как бы мне попалось... Ой, как они называются-то, ребята? В тумане или как? Да нет, эти ездят-то везде. Виталик. С следунчиком. Турблогера. Ну да. Турблогера. У меня тоже есть коллега. Да? В Дагестан. В Дагестан. В Дагестан. Как вы здесь живёте? Как вы здесь живёте? Мучаетесь столько лет? Ну, как бы я живу нормально. Там я тоже бы хотела впоследствии отсюда уехать. Но меня не тяготит, знаете, так вот прям, что всё. А они, бедные, вот мучаются. Вот прям реально мучаются. Они покупают всё в Дагестане. Там дом строят, мебель туда покупают. Я говорю, а зачем сейчас мебель? Вы же сейчас не переезжаете ещё туда жить? Все отпускают, а только Дагестан. Вот он прям всё. Каждое мясо из Дагестана, мебель из Дагестана. Всё оттуда. Такое интересное вообще. Я смотрю и слушаю, бедные люди, конечно. Жалко мне их, что они так мучаются. Ну, природа, конечно, там шикарная. У нас тоже шикарная природа. Но у нас комары, мошки, вот эта вот пакость. Плюс отсутствие дороги, вот это у нас. Это угнетает сильно. Мост этот мы ждём, 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 ждём десятилетиями. И сейчас, ввиду всех этих обстановок, происходящих, я думаю, что нам опять его не построят. Опять он у нас отложится на энное количество лет. Прямо десять? Да, десять. Не знаю. Так вот, будем ждать. А потом скажут, да, Север уже себя исчерпал, закрывается. Ну, или людям уже самим надоёшь ждать, и они за свои деньги его построят. Ну, здрасьте. Ты представляешь себе построить мост какие-то... Миллиарды? Угу, люди как себе сами. Ну, кто себе сам не будет строить? Кто возьмётся здесь строить мост? Не, ну, или этот, так, деревянный такой, слабенький. Так это через реку вот так вот это доски накладут, вот так вот скрепят между собой гвоздями и залетой. Во-первых, это должен быть высокий мост, потому что река судоходная. Река поднимется, да. Ну, поднимется, она судоходная. Ну, да. Ну, нет, как-то, конечно, нет. Здесь такое не прокатит. Такие маленькие мосточки-то у нас здесь есть, а нужен-то через большую реку мост. Туда, который на большую землю, где мы плывём с тобой по Боржой. Угу. Через Зимнику, где мы проезжаем. Там деревянный ты не построишь. Поэтому... Ну-ка, дай пятую ёмку попробую. Попробуй, конечно. Вкусно, между прочим. Ну, средненькая. Нормальная? Да нет, средненькая. Ивану угодить это, я не знаю. Вот, смотри, сколько здесь и картошка, кстати, вот ещё. Ой, я не знаю, как ты, наверное, наелся что-то. Из горячей. Давай, лопай. Ну, не знаю, в жару как-то вообще так это есть не было. Горяченький. Ну, со сметанкой, с холодненькой вам. Да сметана горячая ты чё. Ой, ладно, всё разваливается что-то у меня. Я просто выбираю такие пельмени, которые уже такие более разваристые. Ну, вкусно, всё равно вкусно. Я завтра иду на юбилей, коллеги. Во сколько тебя ждать? Не ждите меня завтра. Дальше не знаю. Я так понимаю, папа завтра ещё не приедет, да? А, ну и мне завтра никуда кроме экзамена идти не надо. Совсем никуда. Вот тебе вообще никуда. Никуда не надо. Не, но я в себе уверена, общество легкий предмет. Меня очень радует это. Вот у меня уже нос чешется в пятницу-то. Ну, кому не пятница? Давай я это в зубами подшелу-то. Ой, завтра ещё и аванс. Какой день хороший. И пятница, и на юбилей в ресторанте, и аванс. Ну, я не знаю. Поесть бесплатно можно. Вкусняшек, конечно. Ты мне что-нибудь принеси, ладно? Ну, здрасте. Что это я буду носить-то тебе там? Ну, ты как это, помнишь это видео? И плясать мы там будем, и петь будем. Готовим всякие сценки. Ой, это вообще. И пища там будет. Всё будет. И речь, и пить. Короче, мама, мне за тобой придётся идти в полицию. Слава богу, мать ваша не такая... Мать ваша приличная женщина. Точно? Да. Есть же такие такие анекдоты, да? Это Стоянов, а нет, не Стоянов. А, да, Стоянов с этой... Всё ли, ничего перекрываешь? Как она? Мария. Короче, какая-то Марина. Мария. Актриса. Такая полная, которая приколистка. Ладно, мне всё равно. Давай это продолжи. Приходит домой, вон такой фарточки. Она пьяная такая вся на каблуках, накрашена. Где ты была? Я тебя искал. Все морги обзвонил. Она ему говорит, вот как ты обо мне. Типа по моргам меня везде ищешь. Типа отмечали с коллегами юбилей образования их коллектива. Он говорит, какой юбилей? Всего один год. Она говорит, вот. А вдруг ещё, типа другого-то не будет. Вот мы отметили, говорит, неделю. Неделю где-то пировала, гуляла, ходила. Как это, помню, тоже прикол смотрел. Вы где три дня были? Я говорю, вы что три дня отмечали? Нет, мы отмечали один день. А все остальные два, что делали? Вспоминали, где я живу? Угу. Куда идти, да? Куда идти, где я живу? Угу. Мы окно не закрыли. Такой шум у нас, Танька. Да более или менее сужу хотя бы. Угуточки давай. Угуточки давай. Я тоже сушу уже навелась. Вилка опять у тебя в глаза тебе. Такой кексик. Творожный. Мы так вот творог не кушаем, да? Я не буду, мне даже не давать. Нет, я сама буду. Я знаю, что не кушать, поэтому я тебе не положила. Но очень вкусно. В меру сладенькие. Хорошие. Творог-то все равно надо кушать его. Ну. Это тоже творог нашего местного. Производство. Производство. Угу. Ой, ну не знаю, почему я как-то не хочу из нашего города уезжать. Вот родители хотят, а я нет. Ну, насчет папы не знаю, мама хочет. Конечно, каждое лето мы тебя куда-нибудь отправляем. Попробуй, мушек-то, комаров покорми. Вот это лето мы никуда не едем. Я уже боюсь. Воды стукать в этом году. У нас они съедят просто эти комары. Они ведь не как на земле. Вечером только комары и мушки. Нет. Они круглыми сутками. Они круглыми сутками. Да. Ну или если это не получится в этот, в лагере это поехать. Ты меня либо в озерку отправь, либо это, Карине, на подальше. На подальше. Ну, подальше. Ну и подальше, и подальше. Ты еще километров. Попробуй хоть. Маленько. Это все маленькие. Прям совсем не больно. Ой, очень вкусно. Я наелась? Да? Ешь? Жарко как, друзья мои, я не знаю. Так и так жарко. И сейчас еще переваривается начнет это, как жаба будет. Сейчас начинается такой период, когда ты не знаешь, что бы приготовить. Ну, потому что горячего не хочется. Я не знаю, некоторые еще пироги пикутывают. Что за сумасшедшие люди. Вот я иду, пока поднимусь на пятый этаж, господи, каких только ароматов нет. И сигаретами пахнет. У кого-то пахнет вот такое впечатление, что вот знаете, курица с чесноком на духовке, да? Как назло. Да, вот кто что, у кого-то борщом пахнет. Ну, кто что готовит, понятное дело. Мы сегодня тоже будем готовить. Все равно же надо супчик, хотим это. Куриный бульон просто лапшой заправить без картошки. Так, чтобы похлебать, да? А давай чисто с картошками без лапши. Посмотрим. Ой, посмотрим. Да, друзья мои, всем большое спасибо. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик и пишите комментарии. Всем пока-пока. Пока-пока.